Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами продолжаем говорить о платформе 1С, работе с ней и тема сегодняшнего урока это объект метаданных документов. В прошлый раз мы с вами рассматривали перечисление, я не буду останавливаться на том, что такое объект метаданных. Напоминаю, мы с вами пытаемся автоматизировать некое условное цветоводство. Давайте запустим. Итак, у нас есть зона посадки, я создал заранее документ, сорта цветов и цветы. То есть у нас есть с справочник цветы, подчиненный справочник ему сорта цветов. Мы его немножечко даже заполнили. Есть зоны посадки, на которых у нас указано наименование, площадь, расположение, тип почвы. Итак, объект метаданных. У него есть имя, синоним, но в принципе это один и тот же. Пока насчет педсистемы не будем говорить. Что касается нумерации, мы включаем автонумерацию, тип строка, периодичность в пределах года, потому что, на самом деле, годовые операции очень свойственны цветоводству. Движение мы пока пропустим. На самом деле, вот то, что нам сейчас нужно, это, конечно, именно нумерация и данные. Какие данные у нас есть? На самом деле, у нас здесь наверху нет реквизита. Это не совсем правильно. Я думаю, мы сейчас добавим еще один справочник. Сотрудники. Что мы в него запишем? В него мы запишем фио у нас само. Я думаю, ну, чтобы он не был просто пустым. Начало работы сотрудника. Это у нас будет дата. У нас есть какие варианты? Ну, пусть будет дата. Нам этого хватит. Итак, давайте добавим еще раз документу посадка. Добавим сотрудник. Ну, на самом деле, мы предполагаем, что все цветы, которые есть в рамках этого документа, которые были посажены, посадил один сотрудник. Вполне возможно, что их там было много, но мы тоже рассмотрим позже такой вариант. Пока, вот, пусть будет один, предположим, пусть даже ответственный. Ответственный сотрудник. Так и напишем. Ответственный сотрудник. Вот. Цветы, количество, зона посадки. Но это у нас, на самом деле, не совсем правильно, потому что у нас есть еще один разрез учета, и как бы он был не менее важен, это сорта цветов. Итак, сорта цветов. У нас есть такой справочник. Мы его заранее приготовили. Поднимем чуть повыше. Нажмем сохранить, да, чтобы не потерять. Изменим. Запустим. Давайте посмотрим, что у нас получится сейчас. Ну, сорта цветов, как бы я еще говорю, все заранее завел. У нас вот есть созданный пустой документ. Мы выберем сейчас сотрудника. У нас никого нет. Давайте создадим. Ну, надо будет потом переименовать. Это будет некий Иван. Начало работы у него вот такое недавнее. Вот. Что очень важно. Обратите внимание. Сейчас я еще раз открою. Цветы. Пионы, да. Сорта цветов весенние, осенние. Розы. Сорта цветов дал за флорибунт. Ну, само собой, не вызывает никаких сомнений, что такая ситуация, ну, в принципе, в реальности невозможна, потому что сорта никаким образом пионов не совпадают, например, с розами, там, с лилиями. Это все разное. Кто не верит, может зайти буквально на сайт любого интернет-магазина цветочного и убедиться, что как бы все так и есть. Мы, кстати, в дальнейшем это сделаем, когда начнем усложнять структуру мета-данных. Но наша задача сейчас какая? У нас в документе посадка. На самом деле, должно сейчас было показать Далласа, роза, да, и флорибунта. Не показала. Ну, значит, нам надо поработать. Итак, сорта цветов. Что же вот тут у нас за такие настройки и зачем они нужны? У нас есть специальный механизм, да, механизмов в конфигурации 1С очень, вернее, в платформе 1С очень много и не обязательно все это программировать. Будь мы не на семерке, надо просто внимательно изучить эти механизмы. Давайте с вами настроим связи параметров выбора. По какому полю мы можем, скажем так, осуществить выбор. Чтобы в дальнейшем у нас это происходило. Итак. Дата, номер, ответственный сотрудник, зона посадки. Это у нас ссылочки на что? Да, то есть это у нас на самом деле ссылочки на документ. Давайте попробуем вот параметры выбора. Я думаю, что надо отобраться по владельцу. По умолчанию нам значение не нужно, я его устанавливать не буду. Давайте еще раз попробуем. Вообще пусто. Давайте пионы. Такие у нас есть варианты с вами посылки. Поскольку они связаны посылки. Посадка. Давайте попробуем создать. На самом деле это очень интересно. Роза. Ну, например, тест. Что-то нам это не очень-то и помогло. Те, что интересное. Цветы. Розы. Сорта цветов. Все появилось. Очевидно, у нас отбор устроен неправильно. Правильно. Так. Вот. Данные. Вопрос решается через связи параметров выбора. У нас будет Флорибунда. Ответственный сотрудник Иван. Провести и закрыть. Ну, вот, по сути, самая простая работа с документом. То есть, мы его посмотрели с вами. Да, ну. Скажем так. Это, конечно же, далеко не все, что может наш документ. Однако, давайте пока на этим закончим. И на следующем уроке посмотрим, как работать с формой. И я думаю, что попробуем поработать с обработчиками событий. Продолжение следует...